В Иркутске началось традиционное осеннее кинопутешествие, и оно будет удивительным. Зрителям покажут десятки картин на вечную тему. О жизни на земле. Мы отправимся в Иран, на некогда самое большое в мире соленое озеро Урмия. Оно иссохло, растения, животные и птицы исчезли, люди тоже ушли. Умирающий водоем не покинули лишь старики. Их историю рассказывает Фарас Фадаян в фильме «Последний вздох». А это уже Санкт-Петербург и необыкновенная судьба тюленя Крошика и его спасителей. Очень теплый, очень живой, очень понятный для нас, очень добрый и веселый зверь. Это родственник наш уже, член семьи, можно сказать. В этом году фестиваль «Человек и природа» проходит как в обычном, так и в онлайн формате. Но некоторые кинематографисты все же приехали представить свои работы лично. Режиссер из Германии Барт Фолькер снял научно-популярное кино о том, как ученые впервые применяют инструменты искусственного интеллекта к касаткам, чтобы выяснить, есть ли у них свой язык, какие зовы повторяются и что значат. Мы увидим, как зарождается захватывающая область исследований, общение с животными. С помощью определенных технологий можно записывать повторяющиеся образцы звуков, которые сдают касатки, и анализировать, значат ли что-то эти сообщения, или же это просто звуки. Полученные данные исследований складываются в единую картину. Касатки — очень социальные животные, они активно общаются друг с другом. Свой фильм в конкурсной программе представляет иркутянка Юлия Бывшего. «Нулевая отметка» — документальная лента о наводнении в Тулуне. Четыре семьи и их жизнь в течение полугода с момента трагедии. Беспощадность стихии. Беспомощность человека и одновременно его сила, чтобы начать жизнь с чистого листа. Вообще не знаю, как мы дальше будем жить. Присоединиться к фестивалю можно как в залах. Расписание сеансов есть на сайте «Человека и природы», так и в онлайн-кинотеатре. Ссылку на платформу найдете все на том же bykalkinofest.ru. Итоги конкурса подведут 12 сентября. Призы получат лучшие документальные, научно-популярные, анимационные, художественные, полнокупольные фильмы. Вручат и приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Победитель фестиваля станет обладателем гран-при и денежного приза. 300 тысяч рублей.